тема урока масштаб панорамирования открываем правую грамму добавляем файл изображение какой-нибудь два раза шелкнув вторая помещается на тайм-линии увеличиваем масштаб фотографии чтобы было удобно работать или так или на плюсик минус фотография у нас поместилась вся на тайм-линии время фотографии нажав на него два раза видим что фотографии 4 секунды от того что мы меняем масштаб длительность фотографии не меняется просто становится фотографии размером на тайм-линии больше или меньше чтобы было удобно работать все выставляем например 6 секунд вот тут тогда вот уже вот она увеличилась вот в этом месте видно вот 5 секунд а вот здесь вот цифра видно 6 секунд после этого идем инструменты открываем масштаб панорамирования и вставляем наше движение например слева направо на фотографию тошим первая точка будет там где мы ее отпустим мы отпускаем ну например вот здесь вот первая точка а вот вторая точка мы можем поставить любом месте первую точку нажимаем и самой первой точке вся фотография до этой точки будет такого размера в кадре как мы ее выставим размер 1 фотографии первой точки на вторая можно сделать любого размера в пределах фотография и любом месте фотографии выставляем например ее в левом углу вот найдут лодочки теперь идем и нажимаем на вторую точку вот она появляется рамочка вот здесь пунктиром отмечена первая точка вот она вот здесь нажав на вторую точку мы видим вторую точку вторую размер фотографии мы вставим примерно вот так и теперь давайте посмотрим что у нас получилось перемещаем ползунок на начало фотографии и нажимаем вот здесь play проиграть и смотрим в кадр что происходит в кадре вот вторая фотография у нас панорамируется слева направо и обратить внимание что фотография от начала и до этой точки не меняется вот этом месте мы можем ползунок подвинуть нам нужно на время например вот сюда ставим сюда ползунок нажимаем play и смотрим сколько времени вот это место вот этот кадр вот этот план стоит и не шевелится нажимаем play и вот здесь вот мы видим что вот это расстояние фотография план вот этот будет отстоять не шевелять нажимаем play вот и после этого найдет панорама и в конце она у нас замирает вот эта . мы ее передвигаем например сюда нажимаем play и обратить внимание что с этой вот до этой точки на доходит этот план и после этой точки этот план стоит и не шевелится проверяем начинается движение и конечно план перемешая эти точки влево или вправо мы можем регулировать скорость с какой скоростью идет панорама например если ставим на эти точки близко друг другу то скорость панорама не быстро давайте проверим ставим ползунок примерно сюда может начал посадить можно сюда но нам надо проверить этот кусочек нажимаем play он как быстро если скорость слишком быстро то расставляю вот эти точки ближе или дальше между собой мы этим самым регулируем скорость панорама не давайте точке поставим вот так и посмотрим с какой скоростью идет панорамирование в кадре поставили ползунок примерно на начало еще раз напоминаем что вот это расстояние от начала до этой точки план вот этот будет стоять не шевелясь нажимаем первую точку вот наша . 1 выходить за кадр не надо иначе он у нас будет вне кадра и движок движение двигаем ползунок влево и нажимаем play и смотрим скорость панорамирования вот вполне приемлемая скорость если поставим ползунок сразу на начало а здесь на самый конец то движение в кадре будет сразу же проверяем точка на самом начале последней точке на самом конце ползунок у нас стоит вот этот вот начале ставим его начало и проверяем и что мы видим движение начинается сразу и в конце не останавливается видно еще раз движение начинается сразу и в конце не останавливается он останавливается но картерки замирает если же нам надо чтобы кадр замер двигаем точку на нужное место и проверяем вот такая скорость программирование и тут кадр замер все